В эфире программа «Будьте здоровы» и вас приветствуют ведущие этого выпуска Татьяна Ситникова и Василий Зонов, директор компании «Ключ здоровья» Василий. Будем, да? Будем, будем. Будем, будем здоровы. Ну, я сразу же представлю нашего эксперта, потому что мы продолжаем цикл программ, посвященных здоровому образу жизни. Это доктор-эндокринолог Александр Анатольевич Соболев. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас ваши все почетные регалии, все представлю. Главный врач Кировской клинической больницы номер 7 имени Юрловой, руководитель регионального эндокринологического центра. Ну, все соблюдено, и сейчас ныряем разговор. Мы действительно затеяли вот такую тему здорового образа жизни, что может быть важнее. Вроде бы все все знают, да, вот только бы все этим занимались и исполняли, да, вот мы только что перед этим говорили, прежде чем включить микрофон. И первая тема была посвящена качеству питьевой воды, водному балансу организма. И мы сразу заявили, пожалуйста, вопросы, работает сайт Эхо Москвы в Кирове, поэтому позвольте, я вот, да, вот, я там поныряла, уже сгруппировала ряд вопросов, выбрала. Наверное, сначала ответим, а потом к очередной теме мы договорились, здоровое питание сегодня, да, все верно? Все хорошо. И гости, и соведущие. Тогда шагаем дальше. Итак, первый вопрос. Помните, был момент, когда мы говорили, сколько же взрослый человек должен потреблять вот так вот для здоровья, для живого такого нормального организма, для бурной энергичной жизни воды в день? И вот мнение тогда, и Василия немножко разошлись, и нашего эксперта Александра Анатольевича. Так вот, давайте-ка, и люди-то зацепили, поймали эту тему, говорят, да все-таки сколько? Может быть, тогда сконсультируем сейчас? Я процитирую данные Всемирной организации здравоохранения, а Александр Анатольевич, так сказать, скорректирует меня, и как-то, может быть, это далее прокомментирует. Наверное, дополнит. Или дополнит. Ну, давайте, договорились так, ныряем. Значит, я цитирую эти данные, они таковы, что исследования, многолетние, многочисленные по всему миру, в общем-то, показали, что люди пьют недостаточно, воды выпиваем, а человеку ее мало. Хорошо звучит, правда, люди пьют недостаточно. Ну, я имею в виду воды, естественно, потому что хорошая вода. Да, да. Вот, и представлена, выведена формула, которая определяет то количество воды, которую человек должен выпивать ежедневно, помимо жидкой пищи, супов, там, компотов и даже чая. Вот, это 30 миллиграммов воды на 1 килограмм живого веса, то есть 50-килограммовая девушка должна выпивать минимум 1,5 литра воды. Если жаркая погода, если она занимается спортом, либо у нее работа, скажем, у доменной печи у этой девушки, то она, соответственно, должна выпивать больше. Ну, всякие девушки бывают в данном чести. Ну, соответственно, 100-килограммовый человек должен выпивать ежедневно. То есть вы опираетесь на такую статистику, на живую, в данном фабре? Ну, я сам просто прочитал и это цитирую. Так, что скажет эксперт, Александр Александрович? Ну, видимо, действительно, только добавлять, вот, абсолютно солидарен с этим мнением. Речь идет в первую очередь, в основном идет о здоровых людях, людях более молодых, вот, которые, в принципе, ну да, поддерживают нормальный водно-солевой баланс. Ну, вы говорили, если хочется пить и больше, вот, ну как-то. Нет, 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 нет. Ведь понятно, что чувство жажды – это, безусловно, рефлекс. То есть человек принимает столько жидкости, воды в частности, столько, сколько у нее требует по принципу обратной связи организм. Это первый момент. Да, просто воды сейчас. Да. И очень хорошая, вот, в этот раз поправка прозвучала, ссылка на то, что, действительно, увеличение объема жидкости, в частности воды, должно быть связано с чрезмерной ее затратой, или повышенной ее затратой. Это может быть или физические нагрузки, или это, так называемая баня, может быть, да, температурный режим высокий. То есть там, где мы априори предполагаем потерю жидкости. То есть это абсолютно нормально. Ну, и опять же, наверное, повторюсь, и ограничения мы должны делать в той ситуации, не более полутора, может быть, двух литров, в той ситуации, когда мы имеем проблемы с соматическим здоровьем. Что имеется в виду? Это может быть заболевание почек, которое приводит к почечной недостаточности, или это повышение артериального давления, артериальная гипертензия, или это сердеческая недостаточности, ну, в виде недостаточности коробращения. Вот только на это нужно поправить. Да, конечно, очень разная, да, индивидуальность тоже может учитывать. А если вот не хочется вот столько воды, ну, не хочется иногда, ну, все равно заставлять себя, да? Вот я снова процитирую. Они сейчас... Ну, как подготовиться, хорошо. ...что вода должна обвиваться даже через силу. Я сам вот, честно говоря, не понимаю, почему. Но вот вода должна питься даже через силу. То есть вот это очищение организма изнутри, удаление из нее шлаков происходит только при достаточном объеме циркуляции воды через организм. Когда, извиняюсь, моча, вот она должна быть просто прозрачной. Там тоже пикантная деталь, тоже оговорена, кстати. Вот уже рвется, вот она рвется с облик микрофона. Не хотелось бы мне, конечно, вот на этом, наверное, основном внимании, именно на этом вопросе, да? Ну, еще как бы... Ну, вас много людей интересует, но давайте ответим. Я... Я четкие рекомендации интересует. В принципе, ну, здоровому человеку водная нагрузка не повредит, безусловно. Я хотел сказать еще вот какой момент. Наверное, более правомощно, вот именно насилие в плане приема чрезмерной, ну, более большего количества жертвы, чем потребность, не потребность даже, а желание человека, да, жажда, вот. Возникает тогда, когда человек, допустим, снижает массу тела, ну, голодает, по сути дела. Иногда это лечебные голодовки, так называемые, где идет повышенный катаболизм, то есть распад, да, собственных тканей. Чаще всего это жиры, в основном, вот, которые приводят к повышению количества, условно говоря, шлаков, да, то есть сопутствующих веществ в процессе распада жировой ткани. И, соответственно, требуется выведение вот этих вот шлаков. Тогда действительно интенсивный прием жидкости, в частности воды, он способствует помыванию этих шлаков. Очищение. Да, очищение организма, да, это, в принципе, абсолютно физиологический процесс. Маленькое дополнение, вот вопрос от Сергея, да, вот он проникся в нашу тему и сказал, жена заставляет каждое утро пить стакан воды натощак. Ну, не хочу я, да, ну вот. Вот это вот, это правильно? Теориологи, допустим, действительно рекомендуют достаточно большие объемы жидкости принимать с целью того, что улучшают ткани, да, действительно кожа становится более гладкой. Косметический эффект явно возникает. Особенно вот в ситуациях, допустим, мы же живем в таком климате, где большую часть времени можем находиться в помещениях с сухим достаточно микроклиматом, да, но это вот при паровом отоплении, при водяном отоплении. Соответственно, тоже потери жидкости достаточно большие. Уважаемый Сергей, слушайте, жену. Жена плохого не посоветует. Да, главное, чтобы хорошего качества. Чаще всего. Я два. Даже два, и жена не заставляет. Нет, я почитал это, я верю, потому что всемирное здравоохранение, я верю. Верите статистика. Хорошо, следующий вопрос. Это уже вопрос от женщины, вот подписалась Галина у нас на сайте. Ну, я коротенько там, длинная такая довольно. Ну, короче говоря, большая компания друзей, и у каждой, в каждой семье свой подход к решению водного, что называется, вопроса. Одни привозят из родника с дачи воду, другие ключ здоровья направляются топ-топ туда, да, вот с этими бутылями пятилитровыми. Третье, поставили, ну, какой-то очень дорогой фильтр, вот сейчас это тоже модная такая тема, стучатся в двери и предлагают. Причем, да, каждый считает, что он прав. И вот спрашивают, вот пусть ваши эксперты выскажутся на эту тему. Пожалуйста, выскажите, тут уже профи собрались, и, пожалуйста, ответ Галине. Ну, если вы на меня смотрите, наверное, не нужно. Ну, давайте, хорошо, и на вас, вы будете первые. Меня приезжают, все упрекнут, поэтому не буду комментировать. Ну, да, да, Василий тут как-то, да, вот. Ну, здесь, видите, основу, наверное, за основу, наверное, нужно взять состав этой воды, да, вот. Мы пользуемся водой традиционно из разных источников, есть, некоторые это делают из открытых водоемов. Родник, по сути дела, это тоже открытый водоем, потому что... Такая вкусная вода в родниках бывает, ну, просто вот, ну, замечательно. И наши предки пили... Атаналектика не все. Еще химический анализ, и ботеологический, и фактически. И наши предки пили из родников. Ну, родники другие были, правда. И мы немало пьем этой жидкости, этой воды. Я хочу сказать, что все зависит от состава. Для того, чтобы определить состав, существует специальная экспертиза. Вот, если мы определили состав, и он состав адекватный, то есть имеется в виду, нет бактериологического заражения, и нормальный микроэлементный состав. Нет тессических веществ, значит, эта вода, ну, условно пригодна для употребления. Есть стандарты определенные, допустим, или, вот, допустим, артезианская вода, да, которая соответствует с анпином. Это еще более высокое качество. Вот, вода же пропущенная через фильтры, там особенность есть определенная, потому что мы точно не можем сказать, каким образом этот фильтр влияет именно на конкретную воду. Какие он задерживает соединения. Это могут быть и токсические, могут быть и полезные вещи, в том числе микроэлементы, которые нам жизненно необходимы, они могут... Вот я слышал, что там выливается все в этих фильтрах. Ну, в зависимости от того, как... Ну, там же, по сути дела, эти или ионообменные смолы, или еще другие компоненты, да, они практически не влияют на органолептические свойства воды. Они, это же субъективное ощущение, вкусно она или невкусно. Вот. Мы же сейчас речь идем о более точных критериях. Это химический состав жидкости. Вот ключ здоровья всегда может предоставить химический состав бактериологической воды, которая наставляется в киосках. Он всегда у нас безукоризненно соответствует САНПИМ бутылированной питьевой воды. Вот. А если вы хотите, значит, убедиться, что источник, из которого пьете воду, родник, к примеру, ну, сделайте анализ, сходите в Роспотребнадзор, в СЭС, убедитесь, что это так, что она не только вкусная, но там нет вредных веществ, есть полезных. Это необходимо. Василий, от меня лично можно вопрос? У меня нет артезианской скважины, но есть скважина на садово-огородном участке. 10 метров, 10-12. Это вот как? Тут опять проверить, да? Вы знаете, я, в общем-то, специалист немножко в этом теле. Вот такие места расположения скважины среди застройки, когда влияет антропогенный фактор, ну, наличие людей, производство, первый водоносный слой, который напрямую связан с туалетами, извините, и с удобрениями, и со всем прочим, там не может быть гарантии качественного, стабильного, качественного состава. Если она сегодня хорошая, к примеру, по прошествии какого-то времени, там сосед удобривали, что-то такое, он может... То есть тоже тут зона риска. Да, и в теологии может появиться, вирусы, там, и в области, и все что-то. Ну, и еще маленькое дополнение. Поэтому лучше кипятить. Вот такую скважину... Как-то не хочется, вроде бы, как на природе, вот, да, вот, это я все понимаю. А вот когда нормально, вот глубина скважины, ключ здоровья, это сколько? Вы знаете, главное, чтобы скважина была под ладоупорными слоями, и зона питания скважины, она отделена от зоны добычи несколькими километрами. Там, где выпадает вода в осадок в форме дождя, снега, града и все прочее, атмосферных осадков, потом у нас дрейфлот в грунтах в сторону понижения рельефа, в сторону базиса эрозии, в нижние точки поверхности этого озера, ростовек. И по ходу этого движения, оно продолжается сотни лет, оно набирает минеральный состав, который зависит от пород, который вмещает эту воду. Где-то по ходу мы будем скважину, по ходу этого движения. По ходу это не модно, слово как сейчас, непонятно, по мере продвижения. Вот так, да. Вот, и мы вылавливаем ту воду, которая выпала, может быть, в Петровские времена, как у нас скважины в Порошино, 300 лет назад, и вот сейчас мы ее добыли. За эти 300 лет она набрала кальций, калий, магний, вот, и мы ее добыли. И там ноль бахирологии, ноль вирусов, значит, там благоприятные химические составы. Василий, все, стоп, Экватор, программа наша, да? Мы говорили, что отвечем несколько минут, а вот уже до Экватора, бесконечная тема. И чтобы у нас доктор Соболев не скучал, он же заявил, анонсируя сегодняшнюю программу, что стереотип питания – это здоровье нации. Ну, это, наверное, вы тоже откуда-то цитату взяли, конечно, да, я так подозреваю, Александр Анатольевич. Но вам приходится расхлебывать проблемы вот с тем, что мы неправильно, нездорово питаемся, как-то вот подходим к этому бесшабашно порой, да, а порой или мы ленивы. Последствия все к вам, да, вот какие самые главные проблемы, которые, как у вас, вот, доктора, встречаются в этом плане? Насчет автора цитаты не скажу, потому что знаю, как... Ну, согласна, подпишемся все, да? Возможно, где-то есть такая цитата, но не эта суть. По большому счету, вы сказали, вот, что мы неправильно питаемся, да, тут ведь ни вина, ни беда, ни ничья, здесь просто данность. Ну, не шедший век вообще-то, согласитесь. Нет, ну, нет, ну, мы живем, мы питаемся, чаще всего мы не задумываемся, да, мы хотим есть, мы едим, вот, когда хотим, в общем-то, тогда и кушаем, едим столько, сколько хочется, да. По-разному люди подходят, вот, например, Василий Зонов наверняка по-другому, да, относится к этой теме. Я думаю, что Василий Зонов это скорее исключение, да, из общей популяции, да, 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 кстати, идеальный вариант, если бы мы все таком исследовали, то мы, наверное, так же бы замечательно выглядели, в смысле, да. Ну, я хочу сказать, что мы тоже еще ничего, да, Александр Анатольевич? Я один на вас, я вот так точно, сложно усомниться. Ну, вот, одним словом, тема-то, конечно, безграничная, да, самые такие зоны риска от того, что мы нездоровы порой так вот безалаберно питаемся. Я, наверное, с истории питания начну, да, я буду краток, да, чтобы было понятно, да, в принципе, мы же сформировались в процессе эволюции, да, у нас были определенные, ну, привычки и вкусовые, и определенные, да, стереотипы, то есть, ну, не стандарты, конечно, а именно стереотипы. То есть, мы питались в основном грубой пищей, мы питались нерегулярно, потому что мы могли питаться только тогда, когда имели эту возможность. Наши предки не всегда это имели. Когда повезло на охоте. Да, ну, я вечно веду, в первую очередь, мясная жирная пища. Куда вы нас увидите, далеко, Александр Анатольевич, да? Абсолютно, без этого, в принципе, о стереотипах вообще говорить сложно, да, потому что я ведь говорю о том, что вот сколько люди существуют, как человекообразные, да, как биологические виды, столько и времени практически был один и тот же стереотип питания. Вот, был. Но буквально вот в последние два века, два, 20-й, 21-й век, этот стереотип был просто поломан и заменен совершенно другим образом и питанием. Образом жизни и питанием. То есть мы сейчас питаемся, в основной своей массе питаемся неправильно. С точки зрения как раз и диетики, и вот и нашей эволюции, вот о чем я начал говорить. И детство формировалось. Да, и здесь же абсолютно все понятно. И обмен наш формировался, и генетика наша формировалась в процессе многих-многих тысячелетий, да. А сейчас буквально за два столетия у нас все поменялось. И почему у нас на смену, вот основная масса людей погибала, допустим, раньше в основном от инфекционных заболеваний и от насильственных причин. То есть люди жили недолго, да, ну, допустим, 40 лет, ну, 45, может быть. Вообще что, ожирение, сахарная диабета, сердце. Совершенно. Вот, вот. Я, собственно говоря, чуть-чуть издалека, но вот как раз к этой теме пытаюсь подвести, да. И причины питания. И все, и здесь абсолютно все понятно. Это заболевания цивилизации. С одной стороны, да, благодаря внедрению новых технологий в медицине, программ здравоохранения, мы действительно, социальные каких-то удобств, улучшения нашей жизни, мы продлеваем жизнь человека. Вот. Мы же сейчас, допустим, 60, 70, 80 лет. Это тоже считается нормально, и к этому, в принципе, все идет, и мы к этому стремимся, да. Вот. Но мы, благодаря тому, что мы старше становимся, мы приобретаем заболевания. И, опять же, вот, в том числе, и благодаря тому, что мы питаемся не так, как питались наши предки, мы имеем кучу проблем. И ассоциировано с питанием заболевания, вот, допустим, сахарный диабет 2 типа, классический вариант. Допустим, артериальная гипертензия. Болезнь рожденная именно в это время. Да, да, да. Ожирение. Ожирение ведь это проблема не только эстетики, допустим. То, что человек может быть не так устроен и красив, как нам бы хотелось. А ведь это проблема связана с повышением артериального давления. Проблема связана с урушением углеонного обмена в виде проявлений сахарного диабета 2 типа. Это нарушение липидного спектра крови, что приводит к быстрому развитию атеросклероза, и таким фатальным последствиям, как острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. Атеросклероза становится, да. Я могу долго. У нас рак кишечника толстого, более чем в 40% это причина неправильная. Но самое главное запугать сейчас народ, да, чтобы проникать. У меня просто уникальная возможность для широкой аудитории дойти, в общем-то, такие достаточно банальные вещи, на которых мы в повседневной жизни просто не акцентируем. Это не свалилось с неба, да? Это то, что мы сами создаём. И такие банальные выражения на предмет того, что мы ложкой копаем себе могилу, так это буквально в смысле так оно и есть. Вот сразу вопрос. Я понимаю, что мы можем нырнуть в любом направлении. У меня уже есть вопросы там и про диеты, да, и про вегетарианство, и про качество продуктов питания. Но это, наверное, вот нам всего уже осталось 2 минуты в эфире. У меня вопрос вот какой. У нас приходили вот из департамента здравоохранения гости, главные врачи. Работают центры здоровья. Туда приглашаются постоянные люди. Вот мы с Василием, мы, оказывается, не знали, там могут подобрать, это правда, что там могут подобрать, вот мне вот правильное питание. Вот спасибо, что Вы эти 2 минуты мне позволили сказать об этом. Да, вот этот вопрос, Василий, согласен, пусть это будет вопрос от нас. Это замечательно, да. И я ещё раз благодарен программе, что есть такая возможность донести, да, до широкой аудитории вот эту информацию. Ведь действительно колоссально много делается буквально за последние годы. Особенно в плане профилактики, в том числе и вот по стереотипам питания. У нас, допустим, вот совсем недавно это случилось, информация прошла, что в Северной больнице при центре здоровья, да, открыт кабинет здорового питания, где есть специалист, диетолог, который непосредственно проводит определение индекса массы тела, определяет содержание, соотношение жировой ткани, костной ткани, мышечной ткани. И для каждого человека подбирает индивидуальное лечение. И питание правильно. Ну, я не готов сказать, потому что это не в нашей больнице, вот. И туда может любой обратиться? Безусловно, да. Это абсолютно бесплатно. Можно по предварительной записи, можно непосредственно подойти. Второй момент. Наш региональный эндокринологический центр этими проблемами занимается достаточно давно, более 20 лет. И, собственно говоря, те же виды услуг мы можем предоставить в том же объеме. То есть на базе нашей больницы, на базе нашего регионального центра тоже работают два диетолога, которые можно записаться как по электронной регистратуре, так и по педагоге. А, Неслав, народ, пользуйтесь. Вот просто элементарной информацией, которую хочется донести. Это бесплатно. О чем я пытаюсь сейчас с короговоркой проговорить, там, особенно, отмечаю этот момент, индивидуально для каждого подобрана правильная питание. А я должна с анализами с чем-то подойти или просто с проблемой? Сначала нужно подойти с проблемой, а доктор уже определится, что дальше делать. Что нужно сдать, да, какие анализы? Так, индекс массы тела, там всевозможные формулы. Какая же все-таки идеальная, вот давайте на финал разговоры скажем, рост, вес, там, чего такое, чтобы идеально было? 90-90. Ой, Василий, как у вас? Я не знаю. Или, Александр Анатольевич, вы знаете, вот какая-то формула сейчас последняя? Все время как-то меняются эти критерии, там, плюс, минус, сколько-то от роста, вот эта формула в последнее время? Минус 110, насколько я знаю, для мужчин, для женщин 105. Может, в руках. Вот так, да? Да, это рост, минус 110, это, значит, женщины, минус 103, мужчины, вроде так. Так что, наручь считайте, да? И задавайте вопросы. Норма веса. Мы, конечно, не наговорились, мы тут куча-куча, да, вот последняя. Анатольевич, насколько рассчитан вообще человек, организм, при благоприятных внешних условиях, в том числе и питании, отсутствии болезни, сколько он может прожить? Ну, он может прожить и 80, и 90 лет. И 90, да, а не выше 100 лет. Сейчас вот медицина... Я тоже слышала, что как-то уже меняются эти критерии. Нет, ну, нет, критерии могут и меняться, я просто хочу сказать, что при... Если не использовать достижение медицины, то физиологическое развитие, там, безинфекционные заболевания, допустим, или там, допустим, не выражено соматическое заболевание, то 90 это, в общем-то, предел. Если мы используем высокие технологии и, допустим, активно используем все современные достижения цивилизации, ведем здоровый образ жизни, тайно-проводную профилактику, то да, 100 лет это не предел для... Одним с ним люди, живите долго, и это вам желают сегодня. Александр Анатольевич Соболев, эндокринолог, Василий Зонов, директор компании «Ключ. Здоровье» и я журналист Татьяна Ситникова. До следующей встречи. Встречаемся по пятницам, по второпрограммам по субботам. В следующей встрече у нас еще бездонная тема разговора здорового образа жизни. Спасибо вам за встречу. Спасибо. До свидания. До свидания.